Первая ласточка в Алейском районе размыла дорогу, когда ждать большой воды. Цена ошибки, какое наказание понесли депутаты, не указавшие доходы в декларациях. Без хозяина, почему в районах края отказываются заниматься надзором бездомных животных. Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Проезд по размытой дороге в Алейском районе восстановлен, как нам рассказали в региональном Минтрансе. Вчера вечером завершились восстановительные работы на трассе, связывающей с Большим миром небольшой поселок Октябрьской. Движение автомобилей восстановлено ранее. Из-за резкого подъема талых вод на одном из участков трассы не выдержали напора дренажные трубы, из-за чего дорогу размыло. Рабочие засыпали участок несколькими тоннами гравия. Одновременно в поселке подтопило около 20 домовладений. Местами вода зашла в дома, поднявшись чуть выше уровня пола. В целом ситуацию в краевом МЧС пока оценивают как спокойную. Наибольший подъем до 80 сантиметров за сутки наблюдается в верхнем и среднем течении черыша и аллеи. Значительных подтоплений в ближайшие дни спасатели не ожидают. В то же время в предгорных районах уже сегодня воздух прогреется местами до плюс 20 градусов. Это может привести к обильному таянию снега. А уже 4 апреля синоптики обещают дожди и мокрый снег. Несколько кадровых изменений в Бийске. Должность главы Бийской соцзащиты покинул Евгений Якуба. Накануне сотрудники ведомства представили нового начальника, пока с приставкой в Рио Ольгу Штепа. Ранее она возглавляла центр занятости населения. Смещение Якубы с должности руководителя управления социальной защиты города Бийска связано с реорганизацией. Ведомство переходит на казенную основу. Теперь его сотрудники не будут считаться госслужащими. Бийский рабочий пишет, что уход Якубы до всех был неожиданностью. В конце прошлой недели он даже устроил фуршет в честь реорганизации управления. Напомним, до этого Евгений Якуба был депутатом Думы Бийска, главой Бийского района. Его уход с муниципальной должности всколыхнул общественность. В сентябре 2017-го во время выборов в Бийскую гордуму его кандидатуру признали незаконной. Затем Якубу не поддержали во время выборов на пост главы Бийского района. Досрочно прекратили полномочия и два депутата Бийского района. Причина утрата – доверие. Оба народных избранника предоставили неправильно заполненные декларации о доходах. Напомним, сейчас рассматриваются дела нескольких депутатов Бийска и Барнаула, которые не предоставили настоящих сведений о доходах, расходах и имуществе. Правоохранители потребовали, чтобы Бийский совет народных депутатов прекратил полномочия шести своих представителей. Сначала планировали ограничиться мерой наказания в виде замечаний, но после иска в суд от прокуратуры Совет депутатов пересмотрел свое решение. Добавим, что к какому-то итогу должны прийти и в Барнаульской думе. Там речь идет о политической судьбе пяти избранников. А в Краевом законодательном собрании сегодня обсудят проблему бездомных животных. Поводом послужили многочисленные нарушения, которые выявила прокуратура края в районах. В частности, не организован отлов бродячих собак, перевозка пойманных животных. В 40 муниципалитетах нет приютов. За два года в местной администрации поступило около тысячи жалоб от граждан, на которые так и нет ответа. Только в Новоалтайске без внимания оставили более 600 заявок. Районные власти отказываются заниматься надзором бездомных животных. Каждый год в краевой бюджет возвращается треть выделенных средств. Кстати, региону на эти нужды ежегодно выделяется 8 миллионов из федерального бюджета. Сейчас сумму подняли до 16. Но и это не решает проблему. Каким образом должен быть организован приют, определяет федеральный законодатель. Должен определить. Он этого не сделал. Муниципалитеты, это же все-таки не ветеринарные службы. Они на свой страх и риск что-то делают, что-то получается, что-то нет. Какие пути решения ведут депутаты и общественники, узнаете в ближайших выпусках наших новостей. Животноводы края сегодня слетятся на торжественное ежегодное мероприятие. На нем по традиции подведут итоги и наградят лучших работников отрасли молочного скотоводства. Это люди, которые по итогам 2018 года получили от каждой коровы почти 7 тысяч килограммов молока. Участникам слета лучшим представителям профессии вручат государственные краевые награды, а также денежные премии и путевки в санаторий. Известно, что на поддержку животноводов из краевого бюджета выделено 17 миллионов рублей. В вечернем эфире мы расскажем об этом подробнее. В крае, как и по всей стране, начали массово прибивать против кори. Специалисты утверждают, что это единственная профилактика заболевания. Напомним, что в марте корь была выявлена у семи жителей Алтайского края. Чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину ставят людям от 18 до 35 лет, если они не болели ранее и прививались один раз в жизни. Также прививка ставится работникам сферы образования, медицины и транспорта. Компания по иммунизации продлится до 1 октября. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза компании Эвалар. Черника Форте Эвалар – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте для всей семьи. И даже детям с 3 лет. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, без осадков, тепло. В Белокурихе до плюс 20. В Бийске, Олеське, Рубцовске до 15. Тепло в Барнауле без осадков и до 10 выше 0. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня на этом все новости. Увидимся вечером.